Про образы Писания 1 Коринфянам 8.3 Про образ Моисея Моисей прожил три отрезка по 40 лет, освободил же он евреев от рабства, 80 лет, как про образ того, что и Христос освободит мир от рабства тления, а евреев от руки Антихриста, когда Израилю будет 80 лет, это 2028 год. В Псалме 24.14 написано «Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Иосиф также правил Египтом 80 лет, 40 лет в качестве верховного визеря при фараоне, и 40 лет единолично, что еще раз указывает на то, что Египту, это про образ мира, отведен сроку 80 лет. В Писании написано «И Айс под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мы не знает определения Господня» Иереме 8.7. Давид и Соломон правили Израилем 80 лет, каждый по 40 лет. Таким образом, вновь выпадаем на 2028 год. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков, 1 Коринфянам 10.11. Руфь и Ваоз – это прообраз церкви и Христа. Ваозу было 80 лет, когда Руфь во время жатвы и пшеницы в Шевуоте омрела благое пристанище. Таким образом, это прямо указывает на Шевуот 2028 года, то есть 31 мая 2028 года, последний день Седмины, а на следующий день, в первый день лета, 1 июня 2028 года, будет тысячелетнее царство. Сердце Мудрого знает время и устав, и великое зло человеку от того, что он не знает, что будет и как это будет. Бедственное время для Иакова от руки Исава началось, когда ему было 76-77 лет. Это является прообразом того, что Великая Скорбь, вторая половина, начнется, когда Израилю будет 76-77 лет. Если быть более точным, то 76 лет по обычным годам солнечные длятся 365 дней, и 77 лет по лунным годам лунные длятся 360 дней, то есть 1948 год плюс 76 по 365 дней равно 2024 год. 1948 год плюс 77 по 360 дней равно 2024 год. Таким образом, середина Седмины 2024 год осень, значит начало 2021 год весна, а конец 2028 год весна. В Писании написано, «Он сотворил луну для указания времен». Псалом 103, 19. Дни очищения и храмовая жертва. Родившая женщина должна была по закону принести в храм жертву. Если рожденное женою Иундеей дитя было мужского пола, то через 40 дней по рождению, и через 33 дня по обрезанию, а если женского, то через 80 дней по рождению. Израиль – это дочь Сионы, не сын. Также Израиль в откровении – это жена Бога, смоковница – она. Израиль в Писании неоднократно сравнивается с женским полом, а значит по закону от рождения должно пройти 80 дней. По правилу, день за год – значит 80 лет, что вновь указывает нам на 2028 год. В 12-й книге Левит говорится о двух неделях и 66 днях. Мы получаем 14 плюс 66 равно 80. То есть грехи народа Израиля будут изглажены и очистятся в 2028 году, когда будет полнота милости в 80 лет. Об этом сказано и у Даниила, 9 глава. «77 определены для народа твоего, Израиль – евреи, и святого города твоего Иерусалим, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». Израиль очистится от беззакония 80 лет, когда будет помазано Царство Иисус Христос в Шавуот 2028 года, что является окончанием 77. То есть 31 мая 2028 года – это конец Седмины, значит, 1 июня 2028 года – начало Царства. Это и есть тот самый благословенный 1335 день, согласно Даниила 12.12. 1 Иоанна 5.20 написано «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Дорогие братья и сестры, всем Божьего благословения на то, чтобы быть готовым к встрече с Господом и не постыдиться в день Он и перед Ним. С миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...